Шум техники, строительные леса и большое количество рабочих. Вот так очистные сооружения в поселке Ворошнево выглядят сегодня. Новую линию начали строить еще в 2019 году. На сегодняшний день она уже готова на 85%. Запустить ее планируют в декабре нынешнего года. После этого приступят к реконструкции старых сооружений. Мы удовлетворены по деловому тем процессам, которые происходят сегодня на данной строительной площадке. Ну и дальше будем контролировать, потому что наш комитет непосредственно связан со стройкой и ЖКХ. Мы в прямом полном контакте с нашими министерствами. Вместе отрабатываем все насущные вопросы. Я уверен, что мы доведем этот вопрос до конца. Один из важных вопросов на сегодняшний день – строительство дополнительного модуля очистки, не предусмотренного в изначальном проекте. За тот период, который мы проводим работы по строительству новой линии и реконструкции старой линии, изменились нормативы по приему источных вод. В результате чего компания «Тезис» вынуждена была производить корректировку проекта сметанной документации, разрабатывать нормативы допустимого сброса. Реконструкция очистных сооружений позволит увеличить их мощность более чем в два раза. Обеззараживать воду будут ультрафиолетовым излучением. Это наиболее популярная современная методика, позволяющая проводить водоочистку в больших масштабах, без вреда для окружающей среды и человека. Лариса Марковчина, Антон Латышев. События дня.